Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре четверг, 8 декабря, в студии Болдува и Рамукова. Я рада приветствовать всех, кто настроился на волну Республиканского радио и по традиции коротко знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня День образования Российского казначейства, День Конституции Узбекистана, День работников радио и телевидения Крылстана, День студента Болгарии, День матери в Панаме, Праздник света в Лионе, Международный фестиваль нового латиноамериканского кино, а в Южной Мексике отмечают языческий праздник богини Ищель. В 1832 году была основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил России. В 1955 году был утвержден официальный флаг Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 1987 году в Вашингтоне был подписан договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 1991 году в Беловежской пуще было подписано соглашение о распаде СССР и создании Содружества независимых государств. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как королева Шотландии Мария Стюарт, русский и советский писатель, журналист Владимир Гиляровский, русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии Анатолий Дуров, финский композитор, скрипач, дирижер Жан Сибелиус, советская российская актриса театра, кино и радио, заслуженная артистка РСФСР Клайра Румянова, советский российский актер театра и кино, народный артист России Лев Борисов, советская российская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР Алиса Френдлих, советский российский актер театра и кино, народный артист России Евгений Стеблов, советская российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России Марина Голубь. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь. Ускоряет время ход, и плывет туман над зимею рекой. Некуда спешить, ночь одинокий плен, И ты не ждешь от жизни перемен. Вновь приснится сон, что вы опять вдвоем, И слезы на подушке все о нем. Вишня, вишня, зимняя вишня, В прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, Чуть слышно, никто ничем не виноват. Только чьи-то голоса, попадая не туда, Иногда звонят тревожа в час ночной. Завернувшись в старый плед, Скрывшись в нем от разных бед, Ты, закрыв глаза, заплачешь над судьбой. Некуда спешить, ночь одинокий плен, И ты не ждешь от жизни перемен. Вновь приснится сон, что вы опять вдвоем, И слезы на подушке все о нем. Вишня, вишня, зимняя вишня, Вишня, прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, Чуть слышно, никто ничем не виноват. Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». На календаре четверг, 8 декабря. С 1 января 2017 года Управление Федеральной службы Государственной регистрации Кадастра и картографии По Карачаево-Черкесии Прекращает прием-выдачу документов Во всех офисах организации. Теперь за получением услуг Необходимо обращаться в офисы Многофункциональных центров Республики. Подробности в материале В Росреестре сообщили, Что это не прихоть местного руководства, А необходимость, которая вызвана временем. Такое решение было принято Федеральным руководством. Но в этом, казалось бы, неудобном варианте, Как могут подумать многие, Есть свои плюсы, причем существенные. Прежде всего, как рассказал нам Начальник отдела регистрации ограничений И ведения ЕГРП Муса Микитов, Это существенное сокращение Сроков рассмотрения, Выдачи документов и экономия средств заявителя. Как пояснил Микитов, Помимо обращения в МФЦ, Можно воспользоваться электронными услугами На официальном сайте управления. Функции приема и выдачи документов В полном объеме передаются Многофункциональным центром. То есть, при необходимости Сдачи документов и получения документов После осуществления государственной регистрации прав Необходимо будет обращаться В МФЦ. По городу Черкесске они расположены По адресу Кантеевская 36, это у МФЦ, И Космонавтов 102, это МФЦ по городу Черкесску. Опять-таки, хотелось бы заметить, Что в целях улучшения качества Предоставляемых государственных услуг Росреестром предусмотрена возможность Подачи документов на государственную регистрацию В электронном виде. То есть, через портал госуслуг, Либо через портал Росреестра. Данная услуга была уже реализована 1 июня 2015 года. Ну, на территории республики Уже очень многие работают Через портал Росреестра, То есть, направляют электронные документы На государственную регистрацию прав. Какие плюсы? Непосредственно сроки оказания услуг При подаче документов на государственную регистрацию В электронном виде сроки сокращаются, Минимизируются, например, Обычная государственная регистрация права Расрегистрируется, если документы поданы В электронном виде от 3 до 5 дней. Хотелось бы напомнить, Что те же документы, Которые сдаются на бумажных носителях, Как было раньше уже отмечено, Через многофункциональные центры, Срок регистрации до 10 рабочих дней. То есть, существенный сдвиг в этом направлении. Второе. Подача заявлений осуществляется непосредственно, Если это касается граждан, Можно осуществить непосредственно, Не выходя из дома. Если касается, например, Представителей органов госуслуг, Органов местного самоправления, Крупных правообладателей, Это не покидая своего рабочего места. Какие необходимо совершить действия Для подачи документов в электронном виде? Первое. Это необходимо приобрести, соответственно, Усиленную электронную цифровую подпись Для работы с порталом Росреестра. Второе. При начале работы документы, Которые необходимо предоставить На государственную регистрацию, Должны быть отсканированы И подписаны, опять-таки, Усиленную электронную цифровую подписью. Хотелось бы также отметить, Что при подаче документов На государственную регистрацию Физическими лицами, Как бы налоговым кодексом Предусмотрено снижение Государственной пошлины на 30%. Ну, если на практике. Обычно государственная регистрация Прав на квартиру у нас стоит, Ну, на текущий момент, Соответственно, Налогового кодекса, Требования налогового кодекса В случае подачи этих документов В электронном виде Человек будет платить 1400 рублей, То есть за вычетом 600 рублей. Данная информация может также Быть использована Органами государственной власти, Органами местного самоуправления, Крупными правообладателями, То есть лицами, Деятельность которых непосредственно Связана с регистрацией права собственности, Да, с работой Росреестра, С работой недвижимостью. Опять-таки, Те же самые условия, Обязательные требования, Это наличие усиленной Электронной цифровой подписи И перевод документов В электронный вид. На базе Росреестра Ежемесячно проводится Семинар совещания. Хотелось бы отметить, Что данный семинар совещания Проводится на бесплатной основе, В котором разъясняется Порядок заполнения Самих заявлений, Порядок сканирования, Порядок подписания, То есть полностью порядок Направления заявлений На государственную регистрацию прав В электронном виде. В случае возникновения вопросов Заявители могут также Обратиться по телефону 20-51-41. Итогом оказания услуги Будет направление В адрес электронной почты Заявителя Выписки из Единого государственного Реистра прав Сделан с ним В электронном виде. Подписано Электронной цифровой подписью Лица, Который осуществил Государственную регистрацию прав. В ходе нашей беседы Муса Микитов добавил, Что новые условия Облегчат процесс получения Государственной услуги При оформлении документов Через нотариуса. Так как нотариус имеет право Направить документы В Росреестр Посредством электронного Документа оборота. Что в свою очередь, Как мы сообщали, В разы сократит Сроки рассмотрения И получения госуслуг. Еще хотелось бы отметить, Что данная информация Может заинтересовать Хотелось бы заострить На этом внимание Именно органы В местном самоправлении Органы государственной власти Республики федеральных Органов исполнительной власти Также и нотариусов. Очень многие наши граждане Сейчас обращаются К нотариусам За совершением Нотариальных действий. То есть нотариус Сейчас на данный момент Уполномочен направлять То есть имеет возможность Направлять в Росреестр Документы В электронном виде. То есть, Ну как на практике, Человек обращается К нотариусу, Нотариус выдает весь пакет документов Необходимый для осуществления Государственной регистрации. Человек забирает Документы И идет в Росреестр. Два пункта он посещает. Первый пункт Это нотариальную палату. Второй пункт Это многофункциональный центр Для сдачи документов. У заявителей Есть возможность Не выходя от нотариусов Там же Через нотариуса Направить вот эти документы В электронном виде Через портал Росреестра На государственную регистрацию прав В электронном виде. Опять-таки Государственная почта В данном случае Будет, соответственно Платить заявитель Опять-таки Как бы уже сказано Будет платить вместо Двух тысяч рублей Тысяча четыреста рублей При обращении в МФЦ Уже человек обращается С бумажными документами Соответственно Нового кодекса Он уже будет оплачивать Две тысячи рублей Опять-таки Сроки оказания услуг На бумажных носителях Нотариальной сделки У нас Права регистрироваться Четыре рабочих дня В электронном виде Один рабочий день Начальник отдела Регистрации и ограничений Введения ЕГРП Муса Микитов Также напомнил Что большинство Ведомств Уже пользуются Электронными услугами Росреестра Он призвал Представителей Органов государственной И исполнительной власти А также Органы местного Самоуправления Присоединиться К электронному Документу обороту Микитов добавил Что это прежде всего Удобно И практично Микитов Субтитры добавил DimaTorzok Микитов 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 Практически есть требования для всех одинаковые. Это правильность чтения Курана, соблюдение правил. Соблюдение, это называется как махрач, правильность произношения букв. И я вот не знаю, жюри оценивало как бы макан, да, вот звучание. Может на это смотрится, но смотрится может уже в дополнение, если они равны будут во всем, в основных требованиях. Ну вот основные требования это соблюдение правил и произношение, правильное произношение букв. Председатель жюри, он назвал страницу, нужно было ее открыть и прочитать, ну пока они не удовлетворятся. Арабский язык мы тоже изучаем, и в институте изучаем, и до института я его изучал. В принципе о переводе, да, вот представление там, в общем я имел во время чтения. Большую поддержку и помощь Расулу бесспорно оказывает его семья. Супруга занимается детьми и обучает их канонам ислама. А сам Расул закрепляет эти знания. Во время конкурса за него болела вся его большая дружная семья, говорит молодой человек. И победа в конкурсе это тоже их заслуга. В нашей беседе Расул Осинеев выразил огромную благодарность главе республики и всем, кто помогал ему победить в этом конкурсе. Я хочу особо выразить свою благодарность нашему главе республики Тимрезову Рашиду Борисповичу. Честно скажу, я не знаю, как его даже отблагодарить. С моей стороны это только, наверное, мои молитвы. Буду просить у Аллаха здоровья, удачи, успехов, счастья. Всевышний Аллах вознаградит его за это в обоих мирах. Я думаю, что это, наверное, как на моей памяти, который уделяет этому внимание религиозно-воспитательной и просветительной деятельности в нашей республике. За это ему огромное спасибо. И также хочу выразить свою благодарность нашему муфтию Карачаево-Черкесии, председателю Координационного центра Мусульман Северного Кавказа Бердиву Исмаилу Хаджи. Тоже ему огромное спасибо. Этот человек на самом деле вносит огромный вклад в развитие не только нашей республики, но и в целом Северного Кавказа. Также хотел поблагодарить своих преподавателей, всех, кто не просто меня готовил к этому конкурсу, а на протяжении вообще всей моей жизни, кто внес свой вклад в мое развитие, в мое просвещение. Им огромную благодарность тоже выражаю. Благодарю своих родителей, которые, я думаю, постарались воспитать во мне достойного человека. Им тоже огромное спасибо. Пусть Аллах им тоже воздаст благом. И всем своим родным, всем своим друзьям тоже хочу выразить благодарность за их поддержку. Я чувствовал, что они были рядом со мной. В мыслях у молодого человека далеко идущие планы. Закончить институт, получить хорошее образование, развивать свой бизнес, связанный с ремонтом автомобилей, жить по канонам традиционного ислама. А самое главное – воспитать добрых и отзывчивых детей. Круговерьте зимы лет, от судьбы спасения нет, только слышал ты слова «Ла-Иля-Иля-Ла». Круговерьте зимы лет, от судьбы спасения нет, только слышал ты слова «Ла-Иля-Иля-Ла». Этот мир пленяет нас, но обманет сотый раз, и спасение лишь слова «Ла-Иля-Иля-Ла». Этот мир пленяет нас, но обманет сотый раз, и спасение лишь слова «Ла-Иля-Иля-Ла». Ла-Иля-Иля-Ла, 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 Мухаммад, Расуль-Улла. Наши лучшие мечты тонут в грязи суеты, остаются лишь слова «Ла-Иля-Иля-Ла». И в последний смертный час только вера греет нас, вторят сердце и уста «Ла-Иля-Иля-Ла». Ла-Иля-Иля-Ла, Ла-Иля-Иля-Ла, Мухаммад, Расуль-Улла. Утешение мудрецов, вдохновение храбрецов, память дедов и отцов «Ла-Иля-Иля-Ла». Утешение мудрецов, вдохновение храбрецов Память дедов и отцов, ла-и-ля-и-ля-ла Откровение святых, одеяния нагих Просветление слепых, ла-и-ля-и-ля-ла Откровение святых, одеяния нагих Просветление слепых, ла-и-ля-и-ля-ла Ла-и-ля-и-ля-ла Ла-и-ля-а-и-ля-ла Ла-и-ля-а-и-ля-ла Мухаммад, Расуль-Улла Выше звезд, предвестный свет Ничего другого нет В нашем сердце лишь Аллах Ла-и-ля-и-ля-ла Ла-и-ля-а-и-ля-ла Мухаммад, Расуль-Улла Мухаммад, Расуль-Улла Продолжаем эфир Республиканского радио Несколько лет назад в Карачаевске была открыта детская студия национального танца Таулу За очень короткий срок Таулу стал популярным и любимым для многих зрителей ансамблем Молодыми артистами даны несколько сольных концертов А также они неоднократно принимали участие и занимали призовые места на различных фестивалях и конкурсах Следует отметить, что у ансамбля уже много достижений В 2015 году за высокий художественный уровень Исполнительское мастерство Активную работу по сохранению и развитию культуры народа в Карачаево-Черкесии Ансамблю было присвоено звание Образцовый коллектив художественного творчества В том же году по итогам республиканского конкурса танцевальных коллективов «Магия танца» коллектив был удостоен главного приза жюри А в 2016 году занял первое место По словам заслуженного артиста Ингушетии Артиста балета Государственной ансамбля «Эльбрус» Художественного руководителя образцовой детской студии национального танца Таулу Шамиля Галаева Дети понимают, что танец не только движение Что танец является одним из важных составляющих искусства И нет, наверное, человека, который не любил бы танцы Если даже сам не танцует Его завораживают грациозные движения танцующих и зажигательные мелодии Через танец можно преодолевать все политические, культурные и этнические границы И объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке – языке танца Через него можно рассказать о народе, его обычаях и традициях, выразить гостеприимство, свою любовь, свое настроение и так далее А у кавказских народов есть что рассказать и чем удивлять даже самых искушенных зрителей Немой рассказ танца дополняют зажигательные и народные мелодии Все это могут продемонстрировать юные танцоры образцовой детской студии национального танца Таулу Карачаевска Юные танцоры уже успели влюбить в себя многочисленную аудиторию Ребята уже не раз демонстрировали свое мастерство, синхронность, а самое главное – любовь к этому виду искусства Как составной части нашей жизни В результате ребят приглашали на многие фестивали и конкурсы Откуда они возвращались – победителями и призерами Так ансамбль отличился в отборочном туре для участия в детско-юношеском ежегодном всероссийском хореографическом конкурсе Где определяется лучший коллектив для участия в чемпионате России по народным танцам и стал победителем Среди танцевальных коллективов «Нальчики» ансамбль получил путевку на чемпионат Который пройдет в Москве с 10 по 12 декабря в концертном зале гостиницы «Космос» Где встретятся лучшие хореографические коллективы, которые представят танцы народов России и мира Мы встретились и побеседовали с Шамилем Галаевым А в это время коллектив усердно готовился и разучивал рисунок очередного танца В ходе нашей беседы худрук подробно рассказал о создании ансамбля и успехах своих подопечных Семенов Султан Усеневич нам помог в организации в начале Он на тот момент был мэром города Начинание было очень тяжелым, у нас не было зала Мы занимались в маленьком помещении На сегодняшний день администрация ансамбля нам помогает И так потихонечку идем Мы участвовали на кубке по народным танцам СКФО Там стали лауреатами первой степени, выиграли золото И взяли путевку на финал чемпионата России по народным танцам Также мы в прошлом году участвовали на магии танца, можно сказать, чемпионат республики по народным танцам Там мы взяли особый приз жюри Шамиль Бородинович подчеркнул, что его воспитанники хотят показать зрителю, разучивая никаких композиций, они отдают предпочтение Он также отметил, что дети вкладывают максимум усилий, чтобы научиться красиво танцевать Вообще танец это очень тяжелое И некоторые очень предвзято к этому относятся Танец это монотонный ежедневный труд Конечно, если заниматься каждый день, то все становится легко На сегодняшний день нужно развивать те танцы, которые именно на том регионе, где мы Если мы живем в городе Карачаевске, первый нужно акцент делать на те танцы, скажем, карачаевские танцы И, конечно, другие танцы народов Карачаева-Черкесии У нас на сегодняшний день есть танец и карачаевский, и черкесский танец, хафа Потихонечку будем абазинский ставить, и осетинский танец будем ставить, афаский танец То есть те народности, которые у нас проживают в Карачаево-Черкесии, первый акцент на этом По мнению художественного руководителя, очень важно отношение родителей, которые стараются всё сделать сами. Он с благодарностью назвал всех, кто оказывает юным танцорам посильную помощь. Родители во всём нам помогают. Дети с уроков отпрашиваются, бегут на танцы. Популяция растёт у нас. На сегодняшний день около 150 детей занимаются у нас. И желающих очень много. Развиваемся, растём. Все как могут помогают. Администрация помогает. Люди добрые тоже есть, помогают. Но в основном родители, спасибо родителям. Родители во всём нам помогают. И морально, и материально. Большое им спасибо. Мы, можно сказать, в Карачайске тот город, который с большими традициями у нас было, где и костюмы шили, и бурки делали, кинжалы делали. На сегодняшний день этого всего нет. Но я могу этим гордиться. Мы также на чемпионате СКФО по народным танцам удостоились звания за лучший костюм в СКФО. Наш партной костюмер – это Аджиева Фатима, которая нам щёт, и которая вот такой приз получила, принесла в копилку к нам. Можно на сегодняшний день никуда не ездить в городе Карачайске. Пошить национальный костюм – это большая, большая находка для нас, для города Карачайска. В планах Шамиля Галаева и его подопечных показать своё мастерство и красоту танцев кавказских народов коллегам из других регионов Российской Федерации. Пожелаем им счастливого пути и успеха в столь престижном чемпионате. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А зари до зари пролетают ночи дни, не смыкая глаз своих и мечтаю о твоих. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМЯ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Черкесске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 4,6 градусов ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова